Крепкий кулак делает то, что находится не на поверхности кулака, а внутри. Если у вас есть молот, сделанный изо льда, и только ударная поверхность у него сделана из металла, то при ударе сама ударная поверхность выдержит. Но при очень сильном ударе молот сам раскрошился. Друзья, привет! С вами я, Михаил Шилов, автор проекта «Макивара.Ручка». Сейчас я нахожусь в Таиланде на Панкете, в своем отеле, и у меня очередная тренировка на макиваре МБШ. Вот найден пальмочка, которых тут огромное количество, и сейчас я буду заниматься. На сегодняшней видеоперетренировке я хочу посвятить такой теме, как глубокая набивка. Сейчас я расскажу, что это такое. Ну, во-первых, надо понимать, что если есть какая-то глубокая набивка, то какие-то еще другие виды существуют. Я расскажу про поверхность. Что такое поверхность? Это когда вы укрепляете ударные поверхности, то есть непосредственно сами поверхности. То есть укрепление кожи, клетчатки подкожной и то, что находится под клетчаткой буквально на 2-3 мм. То есть это головки костей, значит, фаланг пясных костей. Также это суставные капсулы, соединенные ткани, которые находятся вокруг суставных капсул. Вот что это такое. То есть вы делаете просто свои ударные поверхности не менее болезненными для того, чтобы наносить удар, и вам не было особо больно. Вы делаете тоже немножко более грубой для того, чтобы она не секлась от самых легких ударов. Ну, вот и все. Но, что делает пулак по-настоящему крепким? Я сейчас не буду говорить про формирование такой темы, как ударное звено, когда вы во время удара делаете адемпфирование в суставах. В запястном, в коктевом, в плече. Это тоже делает удар очень жестким, очень сильным. Мы сейчас поговорим о пулаке непосредственно и о кисти. Крепким кулак делает то, что находится не на поверхности кулака, а внутри. То есть вы должны представить себе некий молот. Вот такой. Вот такой молот. То есть, понимаете, ваш кулак это молоток. Если в разные стороны, вот получается такой молоток. Вот он должен быть таким. Если у вас есть молот, сделанный изо льда или хрусталя, и только ударная поверхность у него сделана из металла, то при ударе сама ударная поверхность выдержит. С ней ничего не произойдет. Но при очень сильном ударе молот сам раскрошится, разрушится, потому что он хрупкий изнутри. Так что важнее при ударе, чтобы не разрушилась сама дуарная поверхность, как обтянутая ее кожа, либо чтобы не разрушился сам молот. Ну, наверное, важно и то, и другое. Но важнее все-таки это текстура самого молота, самого снаряда. Почему? Потому что если будет какая-то реальная боевая ситуация, если вы ссадите кожу на руки, ничего страшного не произойдет, вы вы быстро залечите. Но если вы себе, на самом деле, сломаете кулак, то есть разобьете запястные кости, пястные, то есть вы порвете связки внутри кулака, а этот кулак, он лопается под кожей, как арбуз. Там разрываются все мелкие связки, там разрываются червеобразные мышцы, там ломаются запястные и пястные кости. Вот такая вот рука это пухает потом, и все. То есть это происходит вот тогда, когда кулак не готов. Мышцы готовы нанести сильный удар, удар хорошо поставлен, а кулак абсолютно не готов, он бывает распит. Это частая тема бывает у боксеров, например, у которых мощный поставленный удар, но руки постоянно, которые находятся в тейпах, в перчатках, в бинтах и так далее, не сформированы, не укреплены до такой степени, чтобы этим кулаком можно было наносить удар действительно мощный и пробивной. У меня постоянно лечатся боксеры, я же врач-ортоопец, травматолог, мануальный терапевт, спортивный врач. Боксеры, которые повреждают себе руки, не только в уничных, конкретных каких-то. Слава Богу, что сейчас этого стало намного меньше, а которые повреждают их либо на тренировках, либо в боях, как в любительских, так и в профессиональных, больше профессиональных. Ломают себе руки, несмотря на тейпы, несмотря на бинты. Почему? Потому что мы укреплены. И вот мы проводим постоянно семинары для боксеров, для кикбоксеров, для оттайских боксеров, по укреплению кулака на макеваре. На самом деле существует масса способов, как укрепить кулак изнутри. Для этого у меня есть специальный курс, называется такой путь железный кулак, который помогает формировать жесткие структуры кулака без нанесения ударов, а просто благодаря тому, что мы хорошо прорабатываем связки и мышцы, которые находятся внутри кисти. Это очень важная тема. Но сегодня поговорим о том, что также хорошо креплять и стабилизировать внутренние структуры кулака можно и при работе на макеваре. Очень важно формировать кулак как изнутри, то есть без ударов, так и со сновожек. В этом случае мы уподобляем свою кисть некой заготовке, которая находится между молотом и наковальем. Понимаете? То есть мы укрепляем кулак как изнутри, доформируя его. Это предположим, как наковальник. Так и с помощью молота, то есть извне. То есть когда мы по кулаку наносим удары. Надо понимать, что если мы бьем кулаком, то то, во что мы бьем, наносит удар нам обратно по кулаку. Точно с такой же силой. Сила действия равна с усилий противодействия. Так как укреплять кулак в глубину? Очень на самом деле просто. Скажу сразу, что возможно это только на кулаке макеваре. На твердое, такое как дерево, на месте, на камень, это делать невозможно. Потому что там постановка динамики движения руки происходит на месте контакта руки и мишени. И все. И собственно говоря, на этом все в основе заканчивается. Нам же важно, что вся концентрация энергии, вся концентрация силы, она происходит в месте контакта. Ну, или немного глубже, на глубину, на которую камень или дерево деформируют вашу руку. То есть, не вы деформируете камень, ядут или дерево, а дерево или камень деформируют вашу руку. Вы пока набьете руку, а прогнивается на 2-3 миллиметра, условно говоря, вот на эту глубину происходит укрепление. Если же то, во что вы наносите удар, деформируется под ударом, здесь иначе все с вами работает. Здесь пиковая нагрузка, пиковые кимы, возникает в месте, где вы произвольно останавливаете движение вашей руки. То есть, туда, куда вы самоцелитесь. То есть, если вы попадаете по бойку макивары, и он как-то отгибается, то пиковая нагрузка приходится не в месте контакта, а там, где он остановится. Вот при глубокой набивке мы что делаем? Мы не пробиваем самбоек в отбойник, мы просто отгибаем его. Кстати, скажу вам сразу, для подобной работы вполне годится и обычная, стандартная макивара, видите, сомкидоски-то уже нещая. Важно, то есть, без отбойника, важно, чтобы она просто была гибкая. Ее надо, ну так, дебать на определенную дистанцию, на определенное расстояние, насколько мы ее отогнем, столько она возвращает нам раз иди назад. Поэтому, если мы деформируем этот байок, загибаем его на 3 см, то есть, туда кулак заходит на 3 см, то вот на глубину этих 3 см и прорабатывается кулак. Соответственно, если мы добиваем почти до конца, то кулак прорабатывается почти до лучезапясного сустава. Вот это вот очень важно, но это уже довольно серьезная моборка, то есть, бить надо довольно сильно, крепко. И здесь возникает такой вопрос, а если не подготовлены ударные поверхности, то, что часто бывает у волосок, у боксеров, где они и не собираются готовить особо сильно, зачем им набивать кожу, там и все, им важно, чтобы у них не повреждался кулак. То есть, мы рассматриваем то же крепление кулака, в том числе и как профилактика спортивной травмы кулака. Кожа накуплять надо, если они будут в руки, они работают в перчатках, важно, чтобы при ударе кулак не пострадал, не было переломов опясных и запясных косточек. И для этой цели надо защитить просто кожу, потому что, если бить просто пунктиварь голыми руками, то возникает проблему. Долго не пробьет боксера, который в ударной поверхности не подготовлен, или кикбоксер, или новичок, который хочет начать укреплять себе кулак, но еще не подготовил ударную поверхность. То есть, не может нанести несколько кусочек удара, потому что это будет кровавый гимназоль, это тоже полупается, слезет, ссадины будут, песечки и так далее. И для этой цели служат шингард или перчатки какие-то, тоненькие. Самое важное в них, это чтобы они не портили формирование кулака, чтобы они были настолько тонкие, чтобы защищали только кожу кожи, и над отсечек. И, может быть, самые поверхностные структуры ударной поверхности, чтобы не было сильной болезненности, потому что именно во поверхностных этих слоях, а также в капсуле сустава находится большое количество мерных окончаний, если бить довольно сильно по-жесткому, а макевара хоть упругая, но все-таки она относительно жесткая, будет возникать болезненность и достаточно эффективно работать не получится. Вот, поэтому шингард должны быть относительно тонкие, но в то же время иметь какую-то прокладочку, которая будет амортизировать чуть-чуть. Все, и тогда можно спокойно наносить макевару ударом, нагибая ее на 2-3 см, наносить реально сильный удар, просто не пробивая ее в отбойник, это несколько иная работа, которая формирует уже ударное звено и работает над лемпферами такими, как плечо, локоть, позвоночник, а также позволяет наличиться ставить точку гиме на глубину, которая необходима вам для формирования максимально пробивного и мощного удара. То есть, это уже работа на постановку мощного удара. А вот работа на глубокую набивку, она еще чем интересна, то, что ее можно ввести очень удобно в режиме фристайла. То есть, окончивать макивару вы можете со всех сторон, как вам удобно, динамически перемещаясь вокруг и среди нее, как бы работая на настенной подушке или на мешке боксерском. То есть, можно работать комбинационно, сереньно и так далее. Важно быть не по порядку макивару, а довольно сильно, но просто не добивая в отбойник. Вот все. И как угодно можете вывести капучки и боковыми, и прямыми, и наотноши, и снизи, апперкотами, как угодно. И вот тогда у вас одновременно с этой сентябрией происходит укрепление внутренних структурных кулака. Если вы бьете немедленно, то на начальном этапе эта работа происходит намного лучше, потому что кулак успевает продумать, как сформироваться. Мышцы подключаются червянообразные последовательности. То есть сначала одни, потом другие, зажимая в лак и кимируя его не в них в контакт, а на всем протяжении пробивания этих 3-4 см сантиметров, 5-6 см даже. У вас правильно подключаются мышцы для формирования удержания контракций для пробивания на глубину чтобы не было после щелчка по поверхности вы могли реально пробивать на глубину 2-3-4 сантиметра и тогда кулак реально формируется. Вы бьете не быстро, а немножко затянуто во время, то есть немножко затянуто во время для того, чтобы не могло не нос на деформации происходило, а немножко растянуто, растянуто, как будто незаметно. Тогда успевает все скоординироваться внутри кулака, подключиться, включается запоминание, формируются динамические стереотипы, когда вы будете бить быстро, у вас успеет мгновенно сформироваться квак, включив все те мышцы, которые должны закимировать его в прочную субстанцию в молву, да, это превратит. Это вот очень, ну, это коридоринально важно. Вот. А потом, со временем, когда у вас это хорошо получается, вы начинаете работать намного быстрее, 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 и уже может работать серийную работу, с максимальной скоростью и так далее. Шингарды, кстати, позволяют делать это как можно быстрее, с самой первой тренировки начинать уже делать проработку глубокого кулака. Это важно очень. Вот. Ну, со временем, если будете работать в относительно тонких шингардах, у вас все равно даже через шингарда будет крепляться и кожа, и какое-то количество приемов вы сможете наносить уже спокойно в макевару и голыми руками, работая седью. Вы будете вставать и работать на пластинок. Серийно работать без проблем вы будете перемещаться и так далее. Потом надевайте шингарды и работайте то же самое, только можете работать намного дольше, работать намного сильнее и так далее. Ну, вот, собственно говоря, как можно с помощью макевара скреплять глубокие структуры кулака. Еще раз повторюсь, стратегически важный момент, макевар должен быть круглый, вот, на начальном этапе и на мастерском этапе можно и нужно использовать шингарды не толстые, а тонкие, в которых вы будете четко понимать, как у вас на мишень приходится кулак, потому что если она толстая будет, вы не будете понимать, будете бить, чем бог на душу положить, и все. И со временем вы даже сможете перейти на работу на макеваре, на наступление глубоких структур, на работу без шингарды. Но я говорю, что шингарды не помешают. Я работаю на макеваре более 25 лет, и глубокую у нас набивку и постановку удар на макеваре я все равно делаю в шингарде. в максимальном количестве случаев. Я, конечно, и голыми руками работаю очень сильно на макеваре и на постановке и на набивку, но если у меня тренировка целевая, я работаю час на макеваре, час я голыми руками не тренирую, и уголыми руками не тренирую, 10, остальное работаю в шингарде. Ну, и только поверхностных набивках я выполняю, конечно, без всякой защиты на руки. Все, друзья, подписывайтесь на канал, на ютубе макевара, либо на плейлист на моем канале личном на ютубе Михаил Шилов канал у меня, в нем есть свой плейлист макевара, там огромное количество материалов без плана по работе на макеваре камертон и мишан, по основным базовым принципам работ на макеваре, по прокладке экран и так далее. А также есть еще и сайт, который называется макеваров.ру и другие интересные ресурсы по боюм искусствам дублов.ру, мишин.ру там тоже часто приходят интересных информаций. Также там есть подписные формы на рассылки, вы будете в курсе всех самых новых интересных материалов. До встречи! Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров